Всем привет! Это Таня Матания. Сегодня я дам рекомендации, как учиться дома на самообучение, на дистанционном, потому что все сейчас мы в этой ситуации. Как нам настроиться, как нам настроить это обучение? Не все умеют это делать, поэтому я надеюсь, что я сейчас дам те рекомендации, которые вам помогут и настроиться психологически, и справиться с вот этой вот ситуацией, в которой мы все сейчас оказались. Первое – это режим. Режим сейчас никто не может соблюдать. Это сложно психологически, потому что все, кто оказался в этой ситуации, находятся в такой аморфном состоянии, когда из лежачего положения очень сложно себя вытащить. Это сказывается стресс, в котором вы находитесь, и он вас придавливает. И вот эту жизненную активность в себе поднять очень сложно. Поэтому режим в данной ситуации – это не вставать в 8 утра по будильнику. Нет. Режим – это набор ритуалов, которые друг за другом, если вы будете выполнять, они помогут вам адаптироваться к той ситуации, в которой вы оказались. Для вас непривычно, что вы сейчас должны заниматься с ребенком. Этому нужно учиться, и на это нужно настраиваться. Вы встаете в одно и то же время все равно. Ложитесь, как правило, сейчас все позже. И встаете позже. Хорошо, вы встали, и у вас должна быть последовательность. Напишите ее на листочке. Поставьте ее вместе с ребенком. Давай вот так-так, вот это первое, вот это второе. Дайте ребенку выбор, что делать первым, что делать вторым. Для него это тоже очень сложно. Для него дом – это зона расслабления. Раньше он делал домашнее задание. Домашнее задание по объему меньше. Самообучение по объему больше. Домашнее задание – это 10% по норме от того, что должны проходить в классе. Вот психологически для мам это вот очень важно. Вы должны понять, что вот то, что в чем вы находитесь, это не домашнее задание. Это домашнее задание – это была лайтовая версия. Вы прошли первый уровень, переходим на второй. А вот на втором уровне – это больше объем, это больше трудов, это вот больше не всех укладывается в голове. Хочется потратить столько же, сколько вы тратили до этого, а не получится. Ребенок полдня находился в школе. Единственное, что я вам скажу, что ваш урок должен длиться не как в школе 45 минут, а где-то минут 30. Все делают в разном темпе. И, конечно, когда вы индивидуально со своим ребенком делаете, у вас должно сократиться. Должно, но не сократиться. А почему? Потому что вы не умеете объяснять. Из-за вашего непрофессионализма урок может длиться тоже 40 минут. Но вообще, в идеале, если у вас все четко пойдет, то у вас должно все сократиться. Вы в классе, он там может отвлекаться, а здесь вы можете устроить самоконтроль. То есть вот такие вот рекомендации. Значит, первое – самонастроиться и выстроить последовательность действий. Второе – перед тем, как вы начинаете обучение, сделали какие-то ритуальные процедуры, очистили зубы, позавтракали, сделали зарядку. Теперь вы начинаете обучение. Что нужно сначала? Нужно сначала поставить варить обед. Вот это я вам говорю, вы думаете, я про обучение, я про весь ваш образ жизни сейчас буду говорить. Когда вы начнете учиться, реально забудете, очнетесь, а уже обед. И ребенок с голодными глазами. 10-15 минут затрачивается на то, чтобы порезать овощи на супчик. Раньше вы привыкли, завтрак что-нибудь делаем, и потом там ближе к обеду готовлю обед. Сейчас так не получится. Перестройте, и вам станет легче. Вот увидите. Дальше. Бульоны, если вы готовите на бульонах, готовьте с вечера. То есть с вечера бульончик приготовили, оставили его в холодильник, поставили, утром достали, быстренько там овощи нарезали, закинули. И пока вы резаете овощи, первое задание – вы должны выбрать то задание, которое он может сделать сам без вас. У меня это прописи. То есть я даю вот именно, вот ты попиши пока. И я вот сейчас делаю. Я прихожу, я смотрю, вижу, что он в прописях сделал не так. Делаю на этом акцент, и давай вот здесь потренируемся, и так далее. То есть момент самостоятельности в прописях всегда должен быть. А потом второй момент, когда вы отрабатываете какие-то определенные элементы, вы должны около него стоять и объяснять. То есть на две части это делится. Но эту тему я буду рассказывать отдельно, когда буду рассказывать непосредственно отдельно про занятия. Так, и так поняли. Даете первое задание, идете готовить обед, возвращаетесь, доделываете уроки, пока там все кипит, бурлит. Как вы начинаете занятия? Это тоже очень важно. Важен ритуал. Этот ритуал уже отработан в школе. И не случайно. Это звонок. У нас есть колокольчик, я специально. То есть нужен какой-то вот этот вот триггер начала и для вас, и для ребенка. То есть вы можете дать ему там бегать, поскакать там, да, но все, настроился, так, звоночек, все, начали урок. Потому что вот это вот как игра в школу, она очень важна. Например, делать зарядку, да, в преддверии, можно тоже как будто, так, мы с тобой идем в школу. Так, мы идем и прямо по комнате ходите кругами. Это тоже могут быть такие ритуалы. Потому что у вас нет вот этого резкого перехода, да, из дома в школу. Вы здесь как бы остаетесь. Поэтому вот сделайте вот это так. Мы в школу пошли, можете прямо портфель одеть. Так, так, все, мы дошли, достали учебники, звонок. Понимаете? То есть вот этот момент игры, особенно вот в таком возрасте, там, если вы, там, школьник начальных классов, он очень поможет. Все, вы пришли, открыли учебники, там, у нас такой-то урок, расписание, все про расписание. То есть те моменты, которые у вас уже в школе отработаны, используйте тоже те же ритуалы, как и там. Спросите его, вы же не знаете, а что вы делаете в школе? И он вам скажет, вот учитель у нас там что-то, вот тот, 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 какую-то последовательность. Все учителя, как правило, выстраивают эту последовательность. Если ему так удобно, следуйте той последовательности, которая была в школе. Вот просто поспросите, что первое, что второе, что потом, как он запомнил, как они делают в школе. Именно так. Потому что для самостоятельного занятия в школе вот эта психология очень важна, чтобы не уставать ни вам, ни ребёнку, чтобы психологически настроиться и выполнить весь объём работы, чтобы не расплываться. И очень часто вам придётся возвращать, так, ты сейчас в школе, как будто ты сейчас в школе, вернись, потому что начинает момент, если баловаться, расслабляться, что-то там, ворон ловить. Ты в школе, ты разве в школе так ведёшь себя, а учителю ты так говоришь, то есть вот эти все моменты, возврата его в школу, это очень важно. И для него, и для вас это будет, значит, таким подспорьем. И так прозвенел звоночек, всё вы делаете, какие вы уроки делаете, вот всё, что вам задают в школе и плюс то, что не задают. Потому что иногда надо уже выполнить школьную программу, но кроме школьной программы вам нужно не упустить и то, чему вы уже умеете. Я сейчас расскажу, значит, что мы делаем. Наше расписание, примерно, вот я сейчас вам расскажу. Значит, мы всегда, каждый день делаем русский. Русский состоит из фонетики, то есть, ну, правила какие-то мы отрабатываем, звуки. И по тому, что задают, и дополнительно я свои материалы тоже делаю. Но про уроки я отдельно расскажу. Вторая часть – чистописание. Сейчас в школе нету чистописания, и вам онлайн занятия сейчас вы будете проводить, вам могут не добавлять чистописание. Но вы, пожалуйста, найдите способы, либо прописи. Если у вас нет прописи, я вот сделаю видео про генераторы, или онлайн какие-то распечатать можно прописи. Всё это можно распечатать и писать. То есть, те моменты, которые вы видите, что нужно отработать, за полгода, когда вас учили писать, ни один ребёнок не научится писать. Вы и сейчас, или в летний период продолжаете ежедневно заниматься чистописанием. Сейчас объём 2-3 предложения у первоклашек вы должны написать. Написать красиво, именно уже словами, именно предложением. И уже такие предложения более сложные, с запятыми, чтобы они уже появлялись. То есть, всё это вы уже способны делать. Если вам не дают мои рекомендации, делайте это сами. Берите сами любимые стихи ребёнка, то есть то, что ему нравится. Любимый отрывок из книги переписать. Либо, если есть какие-то пособия, которые вам помогут писать. То есть, продолжайте. Математика. Математика из трёх блоков. Арифметик. То есть, нужен счёт, счёт, счёт. То есть, продолжать. Тренировка счёта, тренировка памяти – это основа математики. В математике в современном очень мало арифметики. Мы занимаемся ментальной арифметикой. Это нам помогает, если вы не занимаетесь, то просто примеры сложить, вычесть на его уровне. Вы должны давать. Давать минут на 10, чтобы ребёнок сплошным, там, в своём рейтме, в своём тэпе считал, считал, считал. Второй блок – это задачи. Потому что вот сейчас уже входят задачи. Есть задачники, которые можно найти. У нас, например, вот задачи, есть там, олимпиадные задачи. Я их буду давать. То есть, задачи должны быть постоянно, каждый день, разные хотя бы. У меня есть задачи Кумана. Вот из них можно брать. То есть, есть всё это, всё может найти. Задачи, одна-две задачи в день. У вас должны быть обязательно, если даже вам их не задают. И последний момент – это уравнение. Мы уже начали на уравнение решать. Если, опять же, вам не задают уравнение, одно-два уравнения, вам нужно делать, раз вы начали их решать, их нужно и отрабатывать. Следующее – это чтение. Значит, самостоятельное чтение. То есть, то, что ребёнок должен прочитать. Вот нам задают вот эти рассказики пока из Христа Матери. И у нас он сам сейчас уже берёт книги. Вот я прямо недавно пост делала в Инстаграме, какие книги мы сейчас читаем. Так вот, раз уж про Инстаграм, то подписывайтесь там в каком-то онлайн-режиме. Что-то я рассказываю, показываю. Это дополнительно помогает. Так вот, вы всё время… Вот самостоятельное чтение очень нужно. Ежедневное, ежедневное. Не меньше странички вы сейчас должны ежедневно прочитать. Лист, страницы – это уже нормальный объём для чтения вот в этом возрасте. Потому что я рассказываю для первоклассников. Дальше. Чтение мамы у нас или чтение взрослым человеком тоже очень важно. И ещё всю началку вы будете делать. У нас это чтение на ночь, мы сейчас читаем фразеологические слова. То есть то, что более сложное чтение вы выбираете, где вам нужно, чтобы что-то объяснить, сделать какие-то акценты. То есть вот более сложное чтение читается взрослым человеком, более простое для самостоятельного чтения. Учить стих. Хотя бы один стих в неделю учите. Вот вы сколько стихов сейчас вы учили? Я в Инстаграме показываю, что мы учим стихи. Учите стихи, обязательно выбирайте с ребёнком стих, который ему понравится. Сейчас есть очень много в этот период марафонов стихов. Вы, например, участвовали в программе «Лучше всех», в которой Динка давно участвовала. Мы продолжаем следить. Они запустили хэштег «Чистая поэзия». Моешь руки и читаешь стихи. Покажите ему этот хэштег, чтобы ребёнку был стимул выучить какой-то стих и тоже повторить за другими. Потому что там дети читают. Он видит, что дети читают, и он хочет делать то же самое. То есть нужен какой-то стимул. Потому что не для того, чтобы Марья Ивановна в виде учителя проверила, а для себя. Для себя тоже нужен стимул. Сейчас день космонартики, день победы. Тоже стимул. Давай тому-то. День рождения чьего-то. То есть какой-то повод мотивирующий для того, чтобы ребёнок продолжал учить стихи. Следующий момент – это подделки и рисунки. Потому что труды ушли, рисование из Ошко ушло, и мамы так, знаете, так подросслабились. Им же задания не дают. Нет, ребятушки мои, вот сейчас у нас день космонартики, и мы к нему будем сейчас подделочку какую-то делать, если нам не сдадут. Не знаю, там у нас онлайн образование уже чуть-чуть началось, но в большей степени оно начнётся именно с понедельника. Так вот, мои хорошие, продолжаем что-то рисовать, лепить, делать опыты. Всё это увлекает. Более того, домашние занятия, которые школьные, можно чередовать. То есть сделали русский язык – порисуйте. Как правило, для ребёнка это не задание, а способ расслабления. То есть сделайте то, что хочет ребёнок. Выберите вот это занятие, спросите у него, что он хочет, и это у вас будет как переменка, понимаете? То есть потому что между занятиями тоже нужно делать переменки, точно так же, как и в классе делаете. Причём перерывы, вот если вы занимаетесь любым видом деятельности, перерывы не реже, чем в 20 минут. Ставьте даже таймер, будильник, чтобы зазвенел, чтобы не забывать. Если вы занимаетесь за компьютером онлайн, и вам дают такие занятия, 20 минут – это прям по санпину. Если вас будут заставлять кто-то жёстче, прям говорите «нет, вы не имеете права, только 20 минут вы можете отвоёвывать это право». Потому что если нас переведут поголовно, пытаться будут переводить на онлайн образование потом, то вот это вот сейчас нужно отстоять. 20 минут – перерыв, 20 минут – перерыв, всё. Зарядка для глаз обязательно, после компьютера всегда зарядка для глаз. Либо какая-то активная деятельность, чтобы ребёнок вот это вот, то, что он замер и смотрел в экран, обязательно было. Но то же самое и после других занятий. Например, в классе вот идёт урок, учитель всегда делает, хороший учитель, и вообще практически любой в начальных классах делают физминутки, физпеременки, когда они встают, и пальчиковую гимнастику делают, и зрительную гимнастику, и двигательную гимнастику делают. То есть в середине урока, минут через 20, всегда любой учитель делает. И вы тоже делайте вот этот вот перерыв. Сделали занятие и делайте перерыв. Мои хорошие, это Таня Матаня. Надеюсь, все мои рекомендации были полезны. Буду делать продолжение, показывать, чем именно мы занимаемся. И поэтому оставляйте вопросы в следующем видео, я на них дам ответы. Всем пока! Удачного вам обучения!